Всем привет! Тема сегодняшнего ролика я абсолютно бессовестно стырил из интернета. Ну там просто невозможно было пройти мимо, ну вы просто посмотрите. Видео скорее экспериментальное, так что здесь главное, чтобы данный шкафчик просто получился, и париться о каких-то эстетических свойствах я пока не буду, главное чтобы все работало. Накидал макет в скетчапе и да, я не пытался сделать точную копию, у меня получился достаточно объемный шкафчик и еще я хотел сделать его фасад якобы единым целым с самим ящиком. Из материалов это фанера 15 миллиметров и лдсп 16 миллиметров для задней стенки. Использование лдсп здесь не случайно, оно будет выполнять очень важную функцию, а именно позволит мне не ехать в строительный за еще одним листом фанеры. Ну да, ну да, он опять все делает на чипу, а в названии ролика снова напишет, что делает все своими руками. Сейчас попробую оправдаться, а вы напишите в комментариях убедительно или нет. Тут дело в чем, я практически всегда начинаю проект с его цифровой визуализации. Это может быть либо скетчап, либо корал дроу. В основном я делаю это для минимизации ошибок. Ну и соответственно, когда у меня уже есть все цифровые размеры, куда легче просто их прописать для чипу, чем вручную выставлять в упору на циркулярке и торцовке. Другая же причина в том, что это куда безопаснее работы на круглопильных станках. Ну и еще одна причина. У меня есть чипу, и я не вижу причин, чтобы его не использовать. Ага, смотрите, все-таки работает своими руками. Ладно, шутка затянулась. Просто мой чипу не дотягивает до высокоточного и в данном случае почему-то сделал пас на полтора миллиметра меньше. Вот бы, конечно, обновить чипу. Мечты. У меня небольшой апгрейд в инструментах. От компании Fox Weld мне прислали два вот таких бесщеточных ударных шуруповерта на 20 вольт с крутящим моментом аж 60 ньютонов на метр. У них металлический быстрозажимной патрон. Не знаю, насколько это круто или нет, но меня такой патрон точно подкупил. Да еще и не заметил даже намека на какое-либо биение. В комплекте идет дополнительная рукоять, которая намекает на то, что он может и руку вывихнуть. Я успел им поработать на замешивание шпаклевки и, да, крутящий момент действительно весомый. Расположение подсветки внизу, а это максимально хорошо освещает нужную область, а также у нее есть задержка секунд на 10. Но еще, конечно, спасибо компании Fox Weld, что прислали именно два шуруповерта, потому что это очень сильно сокращает время на постоянную перестановку сверла, на биту и на зенкер, например. Ну, я думаю, вы понимаете. В общем, пока только положительные эмоции. Единственное, стоило взять АКБ на 2 Ач, а не на 4, потому как аппарат получился действительно весомый. Но, возможно, это дело привычки. Ссылки на него будут в описании к ролику, а мы продолжаем сборку. Как я уже сказал в начале, за эстетичностью и красотой данного изделия я стремиться не буду. Главное, чтобы все заработало. Так что собираю все на евровинты и даже фасад прикручиваю на желтые шурупы. В версии из интернета мне не удалось выяснить, на чем двигается фасад. Ну и сам не стал мудрить и решил повесить его на шариковые направляющие. Понятно, что из-за другой плоскости их работы, ну и, конечно, нехилого веса самого фасада, все будет прогибаться. Но ничего лучше я не придумал. Если есть идеи, то пишите их в комментариях. Так что не знаю, насколько долго протянут эти направляющие. Это обычные боярдовские шариковые направляющие, без доводчика, без всего. Что ж, посмотрим. Что-то не зашло. О! Или что? А, черт! Нужно было отступить. Так, пересверлили. Проверяем. Конечно, в полностью открытом состоянии она провисает, но может это все ради прикола, да? Теперь осталось сделать из шкафа некое подобие гусли или же арфы. Со старой отцовской электрогитары, которую я в скором времени буду переделывать, я снял колки, которыми я смогу настраивать нужные ноты, да и, в принципе, постоянно менять мелодию. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 если что, я поставил старые струны, а именно третью, четвертую, пятую и шестую струну. Стены в мастерской у меня из кустарного пеноблока и почти все дюбель-гвозди в них абсолютно не держатся. Так что я воспользовался способом, который еще давно увидел у этих ребят на канале. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так что, скорее всего, это видео просто сделано для развлечения. И, в общем-то, если оно вам понравилось, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал и увидимся в следующем ролике. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok